Выполним четвертое задание. Гранд серф я не буду делать. Понятно, что там происходит. Гранд билд мы делали на предыдущем шаге. Сейчас только посмотрим за изменениями. У нас папочка dist появилась после гранд билда, папочка nod-modules после npm install, bower-components после bower install. Мы можем обозначить для удобства наши директории как source-root, как test-root, дальше bower-components можем обозначить как escudit, собственно для удобства. Вот точно я обозначу как escudit tmp и папочку dist. Дальше если вы обновились до последней ноды как я описывал в предыдущем видеоуроке, то можете открыть гранд.js и она у вас автоматически подтянет все таски, которые у вас есть в этом гранд.js. Нас здесь будут интересовать таски build, таска serve, таска build control, pages. Это те таски, которые у нас больше других тасек нас по сути здесь не будет интересовать. Теперь у AppStorm есть одна особенность. Он может запускать наш индекс html в отдельном браузере. То есть мы каждое отдельное изменение можем просмотреть отдельно в браузере, подгружая все зависимости. Например, вот я запустил из AppStorm главную страничку. Вот она у меня показалась. То есть я вижу как эти зависимости все подгрузились. В этом начальном файлике есть одна особенность. Если мы посмотрим на скрипты и на css файлы, которые идут в самом начале, то мы увидим, что их подчеркивает в AppStorm. Это означает, что к ним неправильно указанный путь. Вот если нажимаю control, то здесь ссылка не отражается. Если на примере нажму control на sk-editor, то он отразит мне интерактивную ссылку. Чтобы это исправить, нужно вот здесь будет вручную повытирать вот эти вот ссылочки. Тогда у нас ссылочка корректно отражается. Если же этого не будет, то наш сайт при публикации на github pages будет некорректно отражаться. Еще раз нажимаем control и туда у нас появляется интерактивная ссылка на наш gs файл, либо css файл. Это происходит из особенностей гранта, особый глюк. Возможно, при том перейдем на гальп. Смотрим дальше на задание. Запушьте проект на github pages. Давайте попробуем запушить. Переходим к нашей задаче pages и нажимаем на нее два раза. Если мы посмотрим на stack trace, то вот она пытается запушить на какой-то интересный адрес. Сергей Шаповалу на наш лептогид. И если мы посмотрим в самый конец, то вот она говорит aborted due to warnings. И мы смотрим, что здесь происходит. Authentication failed. Странно, что происходит. Что пишут дальше в задании? Используйте уроки мастеринг github. Но я пока их не смотрел, например. И нашли пройтись грантфайл.js. Оп, интересно. Где находится наш грантфайл.js? Он находится вот здесь. И давайте смотреть. Мне интересует что-то связано с пейджсами. Пейджс. Оп, github pages. Есть такое. remote. И у нас здесь есть какая-то опция. Чтобы она могла значить. И если допустим я этой опции не нашел, то берем, смотрим на гид. Show history. Смотрим на последние изменения. И так, здесь есть что-то интересное. Здесь нет интересного. Дальше. Тоже нету. Токенчиничный. Опача. Интересно. И мы видим, что у нас изменяется какой-то токен. Давайте пора все вместе на нашем гидхабе. В его настройках. Так, вот я здесь. Походясь под Дмитрием Полупаном. Я захожу в Settings. И смотрим, что у нас здесь есть. Оп, Personal Access Token. Так, давайте создадим Personal Access Token. Нравит мне токен. Оп. Правда с паролем. Здесь мы выберем права. Нам нужны только права на репозиторий. Больше нам, по сути, здесь ничего не нужно. Я здесь скажу Grand Build. Например, по Dominion Task. Я сгенерирую этот токен. И вот этот токен я буду использовать в моем репозитории. Давайте посмотрим еще раз на Grand File.js. Вот сюда я вставляю токен. Дальше. Сергей Шаповал. Ну, наверное, если здесь Сергей Шаповал, то у меня стоит здесь мое имя. Давайте посмотрим. Дмитрий Полупан. Возьмем, скопируем. Дмитрий Полупан. И здесь Дмитрий Полупан. Наша Lepto.Git. Давайте посмотрим, где у нас находится наша лепто. То, чтобы убедиться. Значит, My Profile. Смотрим, в каком адресу находится наша лепто. Да, github.com, метрополупан, наша лепто. Сопадает. Сопадает. Давайте выполним еще раз таску в Pages. Она опять упала. И нам теперь пишут, что здесь есть какие-то незакомиченные изменения. Давайте возьмем и закоммитим. Значит, token changed. Я их закоммичу локально для того, чтобы они не оказались у нас на GitHub. Если я сделаю так, чтобы они commit and push оказались на GitHub, тогда GitHub автоматически отзовет вот этот токен, поскольку токен будет находиться уже в репозитории. И выполним еще раз GitHub в Control Pages. Оп. Видим, что она успешно исполнилась. Если мы проверим на GitHub, в метрополупан GitHub его наша лепто, то мы увидим, что у нас здесь неправильно погрузились CSS и, скорее всего, JavaScript. Да, JavaScript тоже неправильно погрузились. Ну, а это уже вопрос от того, как у вас работает индекс HTML в DIST. Я уже показывал, что там неправильно стоят ссылки. Скорее всего, они не справились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...